Привет зрители! Речь конечно не про Экоспорт, поговорим про него попозже, а про новый проект, который я решил устроить. Думаю, что всем нам будет интересно, ну и мне тоже. Что у нас здесь, как вы думаете? Вот такое вот чудо автомобили. Стоит он здесь лет 10 и кстати, не особо гнилой, так что я думаю мне повезло. Проект будет заключаться вот в чем. Мы будем его восстанавливать. Часть хлам конечно надо будет выкинуть. Ну как восстанавливать? На самом деле, если бы автомобиль был древний, это годок 77, то да, конечно что-то пришлось бы восстанавливать. А это 2001 год, вот такая вот чудо машина, шаха. Бывает. Вот. В неизвестном совершенно состоянии, в заброшенном виде. Хотел я в свое время начать с запора, но не срослось. Не срослось с запором тогда, захотел хозяин за него много. А эта машина стоит примерно 300 баксов. 300 баксов вот за такое чудо. Удивительно конечно. Цвет баклажан, да? Или что это? Или что-то. Что-то похожее на баклажан. И вот. Вот так там внутри. Угар конечно, угар. Все в каких-то окислах. Все совершенно в непонятном виде. Сможет ли она отсюда выехать, я не знаю, если честно. Аккумулятор снят. Планочка, все дела. И вот так вот выглядит потроха. Интересно, что тут есть у нас. Даже масло какое-то осталось. И даже, кстати, масла много. Течет оно хоть и течет даже. То есть можно в принципе даже завестись. Главный вопрос, конечно, в том, каково состояние разнообразных резиновых изделий. И даже есть какое-то подобие там охлаждающей жидкости. Охренеть. Антифриз на месте. Вот так. Так что в целом, в теории, это даже все должно работать. Сейчас заглянем еще в бачок с гидроцилиндром. Посмотрим, что у нас здесь в бачке соответствующее. Блин, все рассыпалось нахрен. Ну вот уже надо новую крышечку покупать. О чем я говорил. На самом деле. Здесь жидкость есть, кстати. Вот видно ее. Но все это надо менять, по большому счету. И крышечку в первую очередь сразу отваливается. За что мы любим все эти тазы чудесные. Потому что качество запчастей оставляет желать лучше. Ну, не должно разрушаться все сразу. Ну, я так считаю, по крайней мере. То есть, должно хотя бы, хотя бы хоть как-то, ну, держаться. А тут открыл крышечку, и она тупо развалилась. Вообще огонь. Огонь. Просто я мечтал об этом всегда. В таком автомобиле с разрушаемыми сразу крышками. И все. Нарушена герметичная система охлаждения. Давайте эту вытащу. Что, нам все равно не поможет сейчас. Кстати, ну вот, вам я предлагаю, соответственно, сделать какие-то предложения. Рассказать, что вы хотите увидеть. Какие моменты интересные или неинтересные, связанные с восстановлением данного агрегата. Как видим, он совершенно несовременный, карбюраторный. Но тем круче. Можно будет веселые, разнообразные вещи снимать. Сразу я вижу, что нету никакого фильтра тонкой очистки. А ведь нужно сделать его. Так, наконец-то я попал. Ну что, будет окручиваться. Да, да, наконец-то попал. И придется начать мне, конечно, с этой. С крышечки. Мне придется ее покупать. Жизнь мечтал, конечно. Были у меня тазы в жизни. И с тазами я люблю ковыряться. Это весело всегда. Главное, ломается бесконечно. То есть, фишка не в том, что конструкции 40 лет, да, даже больше. Фишка в том, что постоянно что-то происходит. Отказывает катушка зажигания. Разваливается трамблер. Да все, что угодно, да. Происходит карбюратор лично барахлит. Эх, житуха. Вот такой вот автомобиль. Так что пишите ваши предложения. Замечательные. Не знаю, что это такое. Будем заводить. Будем давить на газ. И главное, интересно, да. Многие задавали вопрос. На чем надо учиться ездить? Ну, как вам? Вот такой вот вариант, на котором надо учиться ездить. Эх, е-мое. Кстати, интересно, что с бензином. И не видно, да, что... Придется врезать мне сюда. Этот фильм тут тронкоочистки. Это понятно. Потому что иначе... Вся дрянь, которая осталась там. Мы видим, что машина вся вокер слыхла. Дрянь всякая. Это понятно. Все это пойдет в карбюратор. Забьет его окончательно. И там я замучаюсь его весь. Продувать, вычищать. Мне так, скорее всего, придется это делать. Часть проводов черная, часть красная. Ну, провода надо будет еще купить, конечно. Ну, а так, мне кажется, отличный агрегат. Для того, чтобы открыть новую. Целых, примерно, несколько линеек видео. Можете придумать название, кстати. Что-нибудь, конечно, шаха. Или там что-нибудь такое. Вот. После 10 лет простоя. Вновь своими звездными фарами осветит путь. Ну, правда, видим фары немножко уже того. Может, даже, кстати, бит сюда была машина. Может, нет. Хрен его знает. Честно говоря, да нет, точно так же сделано. Причем, треснутые фары. Классика. Классика. Накаляется. Это все лопается от дождя. Но машина в целом угар. Да. Я думаю, вы оценили мою покупку. Что можно купить за 300 баксов. И в путь, в путь, в путь, в путь, в путь. Вот так вот. Спасибо, что смотрели видео. До новых встреч. И пишите свои предложения. Я думаю, конечно, оно было не самое лучшее в плане информативности. Но я думаю, понятно, что все нас ждет самое интересное впереди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok